Предновогодний ажиотаж захватил россиян, наступает время шопоголиков. Торговые центры и супермаркеты пестрят красными ценниками. Люди часами готовы стоять в очередях, чтобы приобрести вещи со скидками. Одним и правда удается удачно закупиться, но кто-то уходит с разочарованием. Нередко выясняется, что это вовсе не скидка была, а самая настоящая переплата. Как не стать жертвой псевдораспродаж, выясняла и Каселина Иванова. В предпраздничной суете считать деньги как-то не принято. На подарки родным и близким не жалко. Да и зачем, когда на витринах повсюду красуются роскошные предложения. Скидки 30, 50 и даже 70 процентов. Продавцы как будто сами идут нам навстречу. Все-таки Новый год? Улыбчивые продавцы встречают клиентов с распростертыми объятиями не просто так. Самый любимый праздник страны приносит самую большую выручку. Покупатели носятся по торговым центрам, сломя голову и буквально сметают все на своем пути. Волшебное слово. Скидка, как красная тряпка для быка. Это Кузбасс. Люди готовы стоять часами. Мороз и позднее время суток нипочем. Покупатели рвутся за техникой, бойко расталкивая конкурентов локтями. Даже не подозревая. Впереди горькое разочарование. Какая-то распродажа до 70 процентов. Вот мы видим вон там 10 процентов. Больше похоже на лохотрон. Но экономисты предпочитают иное определение. Грамотный маркетинговый ход. Это когда людей вроде бы и не обманывают, но все-таки что-то не договаривают. Цифры 50-70 процентов. Это очень красиво. Но если меленько посмотреть, что написано, оказывается, что 50 процентов вам не дают и перечисляют на карту. Которую можно срать только в следующем году. И эта покупка должна быть как минимум по цене не меньше, чем ваша покупка в этом году. Особое мастерство, как можно убедительнее переписать ценники. Буквально за несколько дней до старта распродаж стоимость товара увеличивается в 2-3 раза. Это платье, которое я купила года пол назад за 6 тысяч рублей. Сейчас оно было на распродаже за 11 тысяч рублей. Дарья Большакова, шапоголик со стажем, на примере этого маленького, но очень дорогого черного платья в очередной раз убедилась. Наши распродажи сплошное надувательство. В Милане, Париже, Нью-Йорке себе такого не позволяют. Цены, говорят, сами за себя. Плюс к покупке ты получаешь прекрасное путешествие с гостиницами, с прогулками, с ресторанами. Все это действительно обходится гораздо дешевле. Впрочем, для кого-то и поход в супермаркет – целое событие. Продуктовые магазины теперь разыгрывают призы и проводят лотереи. Люди с фанатизмом собирают фишки, наклейки, чеки. Вот только подарков на всех не хватает. А жаловаться обманутые клиенты стесняются. Собрав определенное количество этих фишек, пришла в магазин за получением, точнее не получением, а покупкой с большой скидкой товара, который участвовал в этой рекламной акции. Но в этот момент товара в магазине нет. Она объехала в близлежащие какие-то магазины. Оказалось, что этого товара в принципе вообще нет в магазине. Видимо, пока наши магазины просто не научились извлекать выгоду честным путем. В Америке, где традиция зародилась еще в конце 19 века, люди точно так же штурмуют прилавки. Но они хотя бы понимают, за что бьются. Базовые условия для проведения распродажи, а особенно такой массовой, как то, что называется «Черная пятница», это честные скидки и качество товара. Нашим соотечественникам эксперты советуют просто набраться терпения и ждать. После Нового года поток покупателей схлынет и цены сами собой поползут вниз. Вопрос только в том, что останется на прилавках и уцелеют ли они вообще после таких набегов.